Ребята, переведите, пожалуйста, Амар Исос... Писос? Не, Исос. Здорово, народ, зима близко, и мы перемещаемся в манеж. Ебать, зима близко, игра престолов. Доебался. ДЕЙНЕРЕС! Сегодня у нас челлендж, где будут выходы один на один, нам нужно забить. Все достаточно просто, кто первый забивает все, что нужно, тот побеждает. Но что у нас сегодня? У нас шесть разных мячей. Так что просто не будет. Более того, сегодня у нас профессиональный галкипер. А сегодня у нас Тимур. Все, по-прежнему, это, знаете, без монтажа оставлять, просто так. Дошел, камеру взял. Знаете, нравится мне команда Краснодар. Да и спонсоры у нее классные. Например, компания OneEats, где самые быстрые выплаты и самые большие коэффициенты. Вы помните, что этот парень одобряет. Ну, а также по этому промокоду FLOYMDGROUP вы можете получить до 100 долларов при регистрации. Всю нужную информацию вы найдете в описании, а также в закрепленном комментарии. Регистрируйся и получай крутые бонусы. В принципе, все просто. Кто первый забивает все шесть мячей, тот побеждает. И он единственный, кто выживает. Остальные все проигрывают, встают на жопу, получают диких лещей. И еще... Получит баф. Баф! Не будем удачать, что это тысячу рублей. Нет, тысяча рублей это пахало. Косарик есть, можно поесть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что ж, я, наверное, начну с более-менее простого. Я начну с регбийного мяча. На самом деле, это самое сложное, мне кажется. Чуваки, ну, у меня есть проблемка небольшая. Колено побаливает еще. Так же, как и у Дэнчиков. Поэтому сегодня будет сложно мне забить. Маловероятно, что я вообще... А еще ворота маленькие. Маленькие ворота, хороший вратарь. То есть, ну, одни, короче, проблемы. Поэтому начну я с маленького мяча, блядь. Вратарь есть еще оказывается, сука. Слушайте, я не буду себе изменять. Я беру Лунтика. Ну, можно ебнуть сдалека, и как бы Лунтик сам лечит гол это или нет. Сука. Блядь, он хороший. Кстати, рукой здесь играть. Нет, он прям с линии. Ты показал, что он рукой сыграл? Нет, у него ноги вылетели, а вот рукой он, мне кажется, клево с линии. Я начинаю. Блядь, Саня, вообще весь контент на фиге пришел. Блядь! Пиздец! Шанс был, да, шанс был. Хорошо, в итоге никто не забил после первого круга. Не буду брать сразу самые легкие. Это, наверное, теннисный маленький мяч. Но возьмем вот этот обычный мячик, покупаем сразу им. Передугал. Нет. Блядь. Ой, а прям ебать близко было. Дэн сказал, блядь, как будто реально там, знаете, Тима с ленточки потащил, Дэн его перекинул рабоной. Давай, давай, наверное, да, обычным начнем. Точнее, я продолжу, точнее, я, блядь, не забил опять. Вот это единственный мяч, которым можно было забить с переказа. Таким мини-футбольным приемом. Все, больше таких нет шансов. А это моя короночка была. Я продолжаю. Я продолжаю экспериментировать. Мяч и скотч, мяч, который был у меня на канале. Что там с ним было, посмотрите. Я его создал. Я им и забью. Тимур открыл и кисевое туда. По Степану было. У меня нет никаких комплексов, поэтому без проблем маленьким мячом самым я забьюсь еще. Александр Федерер сейчас на ваших экранах. Александр надо. Фуууу, туда его. Это, кстати, годный гол, да. Легчайшее вообще. После второго раунда у всех по одному, у меня ноль. Я постоянно бью разными мячами, в этот раз я попробую лунтик. Ну, ты пиздишь, ты... А сейчас гол. Сипскан, это тебе. Давай я попробую тоже вот этим мячом. Мне очень понравился гол Ромароя. Не знаю, повторить, не повторить, но что-нибудь такое интересное сделать можно. Сейчас Тимур уже понял, что вот этот мяч выкидываться не надо. Можно просто стоять и ждать, пока будет кистевой. Вот только везет. Немногих. Я возьму маленький мяч, но не самый маленький. Блядь, он опять оставьтесь, сука. О, вот это, блядь, Саня на спокусе. Это гений. Это что вообще было сейчас? Ты ли это? Ладно, давайте попробуем догонять Саню, догонять Рому. Маленький мячик. У меня два. Я догнал пацанов, но у них удар в запасе. Пытался свою короночку. Короночку пытался перевалить на левую. Убедился, что это не работает. Мяч тяжелый и сложный. Вот так вот. Сложно, сложно, блядь, сложно. Я сейчас рискую, наверное, беру самый сложный мяч. В этой рубрике сложнее, чем этот мяч. Нету ни одного. Можно им реально бить просто мимо Морва специально, и он бы залетит. Тенчик, привет. Здорово, бандиты. Я мячом и скотч еще тоже не пробовал. Конечно, мог бы сейчас, наверное, забить теннисно и выйти вперед, но зачем? Если я забью этим мячом, по идее, я не только выйду вперед, но и сделаю себе очень хорошую планку для победы. Охуеть! На ебчик! Если у тебя что-то не получается, делай так, чтобы у тебя получилось. Что-нибудь получится. Ба, это урок. Урок это урок. Блин, достаточно интересно, что я впереди. Я сейчас буду бить теннисным мячом. У меня, если я забиваю, будет уже 4. И вроде, как говорили, самый сложный регбийный, он уже был в ворота. Просто ебри! Почему у меня такое хвили? Надо сделать так, чтобы у меня было 4, и у Дэна тоже 4. Пора забивать. Если я его забиваю, то будем завершать уже все обычным мячом. Я охуел, если он сейчас забил. Я охуел. Я не знаю, но почему-то Тимур мои мячи не хочет отбивать. Интересно. Вот я ударил право, лучше бы я этого не делал, блядь. Тебе следующий удар будет делать еще тяжелее, сука. Ну я забил, круто, блядь. Ничего себе. Тимур. Ох, ебать. Ну Сип почему просто мяч? Сейчас Сип еще закомбейчит. Знаете, надо постараться выебать всех. Да, хоп, блядь. Ушли же, да? Страшно, очень страшно. Казалось бы, Сип уже все проиграл, но нет, Сип уже почти всех догнал и возможно он выиграет. Я до сих пор вот с этим борюсь. У тебя просто с этим осталось? Нет, это с этим. Ну так, вернят. Рома максимально близко подобрался, надо заканчивать с этим мячом. И все, блядь. Тимур уже сдался, просто выпрыгнул из электрички, блядь, на перрон, блядь, конечно. Это было, кстати, интересно, на самом деле. Несмотря на то, что я был отблок, что у Тимура машина есть. Ну, на бензин. Вы знаете, что надо делать? 10 тысяч лайков, мы собираемся бандой. А давайте 10 тысяч комментариев еще. У нас будет кроссбар разными мячами. Подписывайтесь на канал Сиба, на канал Сани, на канал Ромы, на мой канал и на инстаграм Тимура. И совсем скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok